Госсекретарь США Энтони Блинкин прибыл в Турцию, чтобы выразить поддержку союзнику США по НАТО. Предстоит также непростой разговор по некоторым спорным вопросам. Пять человек погибли, в том числе один сирийский военный, в результате ракетного удара Израиля по целям в Дамаске. Впервые с момента разрушительного землетрясения 6 февраля. Российские силы продолжают попытки продвижения на востоке Украины. Украинские военные их сдерживают и сохраняют оптимизм. Главные темы Мюнхенской конференции по безопасности – военная поддержка Украины и вопрос вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкин прибыл в воскресенье в Турцию, чтобы выразить поддержку союзнику США по НАТО после разрушительного землетрясения, унесшего жизни более 45 тысяч человек в Турции и соседней Сирии. Авиабаза Инжерлик, куда Блинкин прилетел сразу после участия в Мюнхенской конференции по безопасности, расположена в районе сильно разрушенной после стихийного бедствия Аданы. Именно отсюда направляется часть гуманитарной помощи в районы, пострадавшие от землетрясения, ставшего самой тяжелой катастрофой в новейшей истории Турции. Вечером в понедельник Энтони Блинкин должен прибыть в Анкару, где запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. У стран-союзниц по НАТО непростые отношения. Среди спорных вопросов – планируемая продажа Турции, истребителей F-16, замороженные Конгрессом США, и блокирование Турции, вступление в НАТО, Финляндии и Швеции. По меньшей мере, пять человек погибли, в том числе один сирийский военный, в результате ракетного удара Израиля по целям в Дамаске. Об этом сообщает агентство САНА, цитируя командование сирийской армии. Сообщается также о 15 раненых из-за обрушения домов. В то же время, Сирийская обсерватория по правам человека, которая следит за ситуацией из Великобритании, сообщила о 15 погибших в результате этого ракетного удара. Израиль регулярно обстреливает цели на территории Сирии, по его мнению, связанные с боевиками ливанской группировки Хезбулла, которые поддерживают президента Башара Асада. По оценкам Института изучения войны, российские силы проводят попытки наступления к северо-западу от Сватова и в районе Кременной в Луганской области на востоке Украины. Генштаб ВСУ сообщил о российских ракетных ударах по гражданской инфраструктуре в Хемельницкой, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областях. В Харьковской области, под Купенском, россияне пытаются прорвать оборону. В приграничных украинских селах пострадали мирные жители. Населенные пункты вблизи Купенска ежедневно подвергаются обстрелам. В деревне Зеленая, расположенной в 10 километрах от линии фронта, местные жители стоят в очереди за гуманитарной помощью под звуки разрывающихся снарядов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Мюнхенской конференции по безопасности Киев получил от союзников важные сигналы по поставкам дальнобойных ракет и другого оружия для борьбы с российской военной агрессией. Если Россия остановит борьбу, и мы надеемся, что это тоже из Киены в следующей неделе, когда они предложили их прорву, и мы надеемся, что это произойдет уже летом. В это же время в Мюнхене прошли манифестации как в поддержку Украины, так и против поставок оружия Киеву. Группа из 84 мигрантов, спасенных у берегов Ливии и судном Ocean Viking неправительственной организацией СОС Медитаране, высадилась в итальянское ровенье, которое правительство ранее определило для корабля в качестве безопасного порта. 59 из прибывших мигрантов несовершеннолетние без сопровождения взрослых, в основном подростки в возрасте от 14 до 17 лет, из Гамбии. Почти все они останутся в регионе Эмилия-Романия. В операции по приему были задействованы около 300 человек, включая медицинский персонал, полицию и волонтеров.